Приветствуем всех у нас на канале! Сегодня в выпуске следующей новости. Появился первый трейлер продолжения телевизионной адаптации серии игр Halo. Разработчики Fortnite представили грядущие режимы для королевской битвы. Создатели Mortal Kombat 1 выпустили трейлер с демонстрацией будущих бойцов и многое другое. Paramount Plus представили первый трейлер второго сезона сериала Halo, основанного на серии научно-фантастических шутеров компании Microsoft. По сюжету в продолжении Мастер Чиф продолжит сражение с Ковенантом, при этом обнаружив связь между собой и инопланетной мегаструктурой под названием Ореол. Официально премьера новых эпизодов запланирована на 8 февраля 2024 года, эксклюзивно для стримингового сервиса Paramount Plus. Студия Некрософт Геймс объявила о переносе тактической ролевой игры Demon's School. Команда отложила запуск тайтла на второй квартал 2024. В качестве причины назвали желание сделать проект настолько качественным, насколько это возможно. Вместе с новостью выпустили специальный трейлер, в котором рассказали об особенностях боевой системы. Так пользователи смогут перемещаться между реальным миром и миром демонов, отматывая все сделанные на этапе планирования действия для подготовки к реальному сражению. Помимо этого, авторы обещают сюжет в формате легкого хоррор-повествования, множество побочных заданий, 15 играбельных персонажей и возможность прокачивать их. Риотгеймс сообщили, что Fighting Project L по вселенной League of Legends станет участником выставки Eva Japan 2024, которая должна будет пройти в период с 27 по 29 апреля следующего года. В рамках мероприятия посетители смогут лично опробовать демоверсию тайтла. На данный момент неизвестно, будет ли она отличаться от той, которую разработчики показывали в текущем году. Помимо этого, представили новый ролик с геймплейными кадрами проекта, продемонстрировав улучшение в графике и большую информативность пользовательского интерфейса. Напомним, Project L – это двухмерный условно-бесплатный файтинг, действие которого происходит в Рунтере. Создатели Hunt Showdown опубликовали тизер нового события под названием «Прилив опустошения». Подробностей об Увенде пока немного. Известно лишь, что пользователи получат новый боевый пропуск, легендарных охотников, оружие и брелки. Срок начала мероприятия также не раскрывается, однако в описании к ролику сообщается, что оно должно достартовать в скором времени. Другой информации пока нет. Эрик Concerned Ape Baron, разработчик Stardew Valley, опубликовал скриншот из обновлений 1.6. На изображении он показал большой сундук, вмещающий в себя больше материалов, чем обычный. Помимо этого, автор объяснил причину заморозки своего нового проекта Hunted Chocolatier. По его словам, в Stardew Valley все еще играет большое количество человек, и при этом регулярно повышается объем новичков, а потому Барон хочет сделать проект настолько лучшим, насколько это возможно. Напомним, дата релиза патча 1.6 все еще неизвестна. Epic Games анонсировала новые режимы для своей королевской битвы Fortnite. Нововведение представили в рамках масштабного ивента «Большой взрыв». Так, в текущем месяце пользователи ждут LEGO Fortnite – режим стилистики LEGO с разнообразными биомами и механиками, основанными на сборке объектов из конструкторов в игре с 7 декабря. Rocket Racing – аркадная гонка наподобие Rocket League. Больше подробностей о ней обещают раскрыть в ходе церемонии The Game Awards 2023, после которой состоится ее релиз, и Fortnite Festival. Это ритм-игра от авторов музыкальных симуляторов Guitar Hero и Rock Band. Запуск намечен на 9 декабря. Компании Bandai Namco Filmwork Sunrise и Safe House King выпустили первый трейлер сериала Mobile Suit Gundam Requiem for Vengeance, главной особенностью которого является разработка на движке Unreal Engine 5. Сюжет проекта расскажет о событиях времен Однолетней войны 79-го года. В центре истории окажутся пилоты ЗАКУ – мобильного доспеха «Герцог Ствазион». Всего для шоу запланировано 6 эпизодов по 30 минут. Сроки премьеры пока не называются. Warner Bros. Pictures опубликовала официальный трейлер фильма «Годзилла и Конг. Новая империя» – сиквела ленты «Годзилла против Конга». В ролике продемонстрировали как уже известных персонажей, так и новых монстров. Режиссером снова выступил Адам Вингард, снявший первую ленту. Премьера ожидается в 2024 году, но пока что без точной даты. Джефф Килли, продюсер и ведущий The Game Awards, представил трейлер грядущей церемонии. В видео показаны многие проекты, которые участвуют в различных номинациях мероприятия – от игры года до лучшей инди. Напомним, The Game Awards 2023 должна пройти 8 декабря, полчетвертого утра по московскому времени. В этом году на ней не будет категории «Мировая премьера», а также зрительского голосования в режиме реального времени. Тем не менее, все так же можно ожидать анонсы новых тайтлов, музыкальные выступления и многое другое. Студия Gummy Cat и издатель Armor Game Studios объявили день релиза приключенческого симулятора Bear and Breakfast на PlayStation 4 и PlayStation 5. Проект должен появиться на консолях от компании Sony на следующей неделе, 12 декабря. Версия получит полную улучшенную поддержку контроллеров, а также локализацию на бразильский и португальский язык. Напомним, Bear and Breakfast – это симулятор управления курортом, в котором пользователям в руле «Медведя» предстоит построить собственную гостиницу, украшая и меблируя по отдельности каждый номер, приглашая к себе лесных жителей и выполняя их пожелания, чтобы поддержать репутацию и заработать больше денег и многое другое. Разработчик, аусип и издатель Kepler Interactive назвали день выхода приключений Чио в Steam. Проект должен появиться в магазине Valve в марте 2024 года. Более тежных сроков пока нет. Вместе с запуском на площадке Тайтл получит новые игровые функции обновления. Среди них система перков и экипировки, вместе с которой каждая часть снаряжения будет давать разные улучшения и преимущества, новые мелодии души, позволяющие открывать дополнительные способности, а также свежие косметические предметы. Разработчики файтинга Mortal Kombat 1 выпустили новый геймплейный трейлер. Ролик посвятили демонстрации дополнительного бойца Куан Чи, обладающего способностями некроманта. Помимо этого, в видео также показали двух других персонажей. Камелу-героя Камелеону, релиз которого должен состояться в январе 2024 года, а также Миротворца, который появится в ростере только в феврале следующего года. А теперь календарь событий на завтра, вторник, 5 декабря. Состоится премьера первого трейлера новой части серии игр GTA. Для Cyberpunk 2077 выйдет обновление 2.1, и Company of Heroes 3 получит большое расширение. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте подписаться на канал, если вам понравилось видео, а также оставляйте лайки и комментарии с вашим мнением по новостям. Еще напоминаем, что у нас есть канал в Тиктром, где в 9 и 17 часов по Москве выходят короткие сводки новостей, и группа в Телеграм, где доступен весь наш контент. Ссылки в описании под видео. Оттуда же вы можете попасть на наши страницы Boosted the National Arts и помочь в существовании и развитии канала, если пожелаете. Мы будем очень рады. Большое спасибо и до новых встреч!